всех приветствую друзья сегодня вы наверное уже смотрите мою первую серию с броншвайка я уже второй раз приехал сегодня 11 10 23 еще раз приехал посмотреть некоторые нюансы что сейчас сплавлю момент пока тут солнечно чтобы это лучше показать как раз сюда солнце попадает на эту сторону очень прикольно в общем церковь где-то 13 век а вот эти вот изделия где-то 14 15 в общем никто точно не знает как обычно это бывает что тут сказать поэтому вопрос в принципе ничего особо но сейчас я хотел показать вот некоторые детали которые ну как бы немножко надо акцент на них сделать да вот это вот у меня на приближенном и вытянутая рука это все что я могу как бы рука тут рука гораздо интереснее и не смог рассмотреть диана кстати и не люблю я показываю теперь у меня монитор далеко я нифига не вижу вот она нашел вот думаю хорошо будет видно на руку мне самому хочется посмотреть этот момент поэтому неудобно как а ну да ладно ну и конечно же тот момент я хотел показать сейчас мы попробуем его прям пор вблизи это пальчик но вот этот орган мы тоже сейчас покажем правда темно тут я понимаю что нифига не будет толком ничего видно это конечно проблема серьезная вот этот пальчик я сейчас наверно включу освещение дополнительное так чтобы это показать его да сейчас лучше потому что она вот этот палец он буквально вот в основании у стола там буквально миллиметра вот тут уже в толстой части его он где-то полтора миллиметра и он со столом и рука это один кусок вот чем прикол и вот следующая у него рука тоже и хочу показать вот совсем близко чтобы самому потом посмотреть как там ногти вот это все сверху немножко вот таким образом ты бы потом ну собачку я в тот раз не я в тот раз собачку неплохо показал принципе ну что тут еще интересного этого я тоже показал еще и два раза это мы все видели вот его рука на что можно обратить внимание опять же и лицо довольно очень тщательно сделано четко так закрашенных мы показали этих мы ребят тоже хорошо показали ну в принципе все так больше вот такого чего-то чтобы я сделал акцент я не помню сейчас еще покажем дом как бы я там сказал но скорее всего это фигня полная то что я сказал я не знаю просто некоторых вещей ну я как всегда говорю это всего лишь мои мысли поэтому соглашаться не соглашаться там можно писать кто не согласен чем не согласны это нормальное явление мы всегда можем пересмотреть точку зрения если вдруг что-то неправильно сказали потом процессе изучения получения информации мы часто меняем можем поменять свою точку зрения сегодня думали так а завтра уже думаем по-другому потому что получили много новой информации и можно поменять мнение свое ну ладно это все очень красиво четко мне нравится вот тут одно лицо хоть показать она целая даже камера на нем фокусируется круто но вообще сейчас покажем орган постараемся попробуем так вот мы подходим к органу как бы показать то его показала как его вот вверх показать ну в общем я восторгался нашим органом которые в хальбристате он весь обрезанный вокруг деревом но вы понимаете что мрамор намного сложнее дерево и хотя этот орган намного меньше хальбристатского но представьте сколько тут мрамора это все обделано до самого верха мрамором все отделали мрамором это просто просто шедевр я так скажу потом я уже показывал мелкие сейчас подойду попробую показать вот слева стоит допустим этих ангелков я показал четко довольно ну как бы не сильно и не высоко хотя все закрашено вот эту по моему статуя небольшую я не показал вот она вот эта статуя тоже интересно вот тут справа прямо возле труб посмотрите как все какая отделка а это все из мрамора то что закрасили это еще ни о чем не говорит это я понимаю прекрасно все одна работа там он с трубами сидят такие ребята вообще прикол это все мрамором отделать вот так вот где большие трубы сейчас сейчас к центру подведу покажу представляете какая там тонкая работа вот этот рисунок весь это просто жизнь но звезда вот это или чё-то типа звезды я не знаю чего звено тут голову вот это все оформление вот это вокруг это все же скорее всего мрамор то что закрасили это уже конечно жаль ну могли бы вот золотом подкрасить а остальное все оставить как было но нет они все закрасили извращенцы блин это я считаю извращенцы делали что-то у них явно с головой не то вам я его показывал как бы хотя вот там ангелочек я вижу не заметил его центр выведу тоже очень прикольный голова с крылышками и тут у нас я в тот раз не показал потом на видео смотрю сам думаю блин загадка же будет ну вот и вами отгадка вот это вот все вот этот ансамбль мраморный который тут в подвешенном состоянии сейчас мы со стороны солнца пойдем или так по крайней мере от солнца спрячемся в окна все равно пробивает солнце вот это вот я потом смотрел и сам не понял она что блин подвешено а я сразу первый раз не обратил внимание а действительно подвешенном состоянии находится вот там веревка вот где крест там как раз веревка выходит так чтобы это показываю что люди голову не ломали потому что я сам когда смотрел так я на этом акцент не сделал друзья но это все работа мраморная тоже но к сожалению она закрашена большому сожалению конечно все полностью закрасили где-то местами кусочки просматриваются и что самое главное они тут не поленились они даже колонны закрасили представляете но это же извращенцы такое могут делать только с мрамором вот то что золотом покрасили ладно вот не так много чуть-чуть фиг с ним можно было я думаю хотя вообще не надо было потому что тут такие тонкие вещи просто хотя тут рукой руки не такого качества мы даже не поймем сейчас все так замалевано что даже вообще непонятно но вот эту руку можно еще разглядеть и понять так давай фокусируйте у нас тут сильно близко или ах у меня на приближение делаем фокусировочку чтобы камера нам это передала тут ногти просматриваются даже через краску поэтому ну и тут рядом вот эти вот сразу видно они почти не закрашены они мраморные так тут у нас сейчас на улице там тоже можно поменять свое мнение это конечно работа блин офигеть тут честно говоря если освещение даже можно с бинокля вот рассмотреть какие-то просто потрясающие детали наверху вообще прям под самую-самую вот эту крышу то ли орел то ли что-то такое в общем освещение не хватает не видно нифига блин извращенцы закрасили все очень сильно где-то местами даже я не пойму это дерево или они закрасили под дерево понимаешь да скорее всего под деревом местами где-то закрасили вот эти вот верхние и нижние части вот извращенцы но тут хоть колонны не закрашены и статуи частично только вот в основном как я говорил золотом да под цвет золота а некоторые же вот напротив сейчас я поверну камеру все закрашено практически все просто наглухо все закрасили дурочинцы надо же понимать что красить а что нет причем где-то местами под цвет мрамора просто покрасили практически тем же самым цветом но это мое мнение это скорее всего как как раз сокрытие вот это вот тоже мраморная но она каком-то виде таком по крайней мере на эту краску не краски не хватило саня скажи на эту краски не хватило в такой темноте темноте тем более вообще тяжело что да темно но вот камера когда приблизишь у нее как бы картинка все равно прорисовывается более-менее видно более-менее нормально и видно что это мрамор конечно в такой темноте блин его освещение не знаю почему они вот так но окна многие закрашены то наверно поэтому ладно пошли дальше так хотел сказать вот об этом здании потому что я в тот раз сказал понимаю что под землей античность находится вот окна выглядывают я в тот раз сказал что достраивали а потом когда смотрел видео может быть так и строили просто вот края все окна все вот это вот так четко выполнено а вот все остальное заложено таким ну как бы просто камнем подбиралась и ровно выкладывалась почему нет то есть тут нельзя ничего утверждать возможно это так изначально строилась скажем тут же даже в целях экономии материала того же вот этого обработанного или литого который мы на сегодняшний день установить не можем потому что там такая масса сверху до держит все это и где-то поцарапаешь его это понимаешь что не совершенно не песчаник что-то среднее между гипсом и мрамором да очень похожий на то и на другое что это что похоже на литью опять же она приемы так тут я сказал свою точку зрения теперь нам решетку надо показать найдем решетку и башню так вернулись мы снова колонам я вот у входа не посмотрел да она тоже склеена и зазор миллиметр и тут даже заплатка есть тоже очень аккуратненькая заплаточка в граните это конечно прикольно ну пошли от входа до входа не будем стоять а он с 10 еще закрытый короче а чё тут подумали я потом думаю а как это могли сделать если допустим их взять два куска ровно выровнять приклеить а потом обрабатывать тогда есть вероятность что вот эти уголки начнут скалываться а как бы ямка есть до небольшая очень маленькая чувствую ямочку есть а а если ее пилить то это должна быть пила вот именно такого такого размера блин миллиметр до чтобы потом их склеить и они не потеряли форму диаметра своего круга идеально чтоб остались то есть она должна быть вот именно такой миллиметр а это гранит если сегодня на сегодняшний день инструменты чтобы вот такую диаметре колонна сколько она сантиметров примерно 60 70 до диаметре на я думаю да где-то в этом районе ну в общем вот такая загадка у нас замучила меня вот когда я их увидел и когда раз наткнулся на то что распиленная вот это мне потом покоя не давала ну то что они идеальный вот я на свет посмотрел свет погонял туда-сюда макаром рассмотрим где-то есть все равно вот это вот здесь нет 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 так выше я не могу надо отходить отходить деть отходим вот я блик вижу блин ровно идет вроде где-то в одном месте какие-то вроде минимальной есть ладно все с этой загадки на сегодня все пошли дальше сейчас мы вошли немного другой дорогой к собору тут фонтанчик нам тут какие-то борцы похоже на голове льва главное да да на голове льва кто-то кого-то бросает через плечо исполнение что-то там написано отсюда не видно графа грамма мая 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 графа я могу прочитать и все так больше ничего прочитать не могу хорошо тут у нас кто-то выставку колоколов сделал он из колокола подъехал а я понял сейчас мы выйдем с этой своном здание которое мы уже показывали мы с этой стороны зайдем собор и решетку посмотрим с другой стороны почему-то но мне кажется что она цельная это арматуре на но все таки надо было это показать реальный косяк как дошли мы снова до этой двери включила подсветку чтобы хорошо видно было я где-то кстати тут по моему видел в одном месте было лопнуто да это возможно когда пробивали она лопнула слой краски просто она закрывается нет тут косяк вторую сторону вот я в чё не показал а ну принципе я как и думал что так оно и будет друзья она не распилена не расколота не разрезано ничего короче она цельная как мы насчитали прошлый раз 54 хотя мы не считали еще вот этот проход да вот этот проход потом вот этот листок мы не читали это с каждой стороны 2 это уже 58 до проходов таких но сверху у нас проходов не было нет сверху нет все закрывает но это уже другая это уже вот этот ряд по ходу вот этот крайний проход по ходу он между собой сплетенный вот этот ряд идет и его начало фиг его знает да он как бы отдельный идет ну нифига себе короткие хотя они тут у них тоже соединение лишь непонятные сварки не видно и сейчас мы на сегодняшний день не определим как это вообще сделано было потому что еще все закрашено да там он ниже еще соединение тоже проход а это уже пошла туда блин короче ладно мы с другой стороны посмотрели пойдем сейчас еще маленькую посмотрим принципе внизу нам там делать нечего сейчас пойдем маленькую быстренько и башню вот этот вот этот нюанс я тоже забыл проверить а внутри по-моему пустотелая но но металл металл явно толстый очень толстый если ты ту пустотелую стучал здесь походу нет здесь цель на там видать толстый металл но внутри все равно пустота похоже так пойдем покажем еще ту решетку чтоб не было у нас пробелов детей привели вот эта решетка да она тоже с внутренней стороны цельная все мы убедились вопрос закрыт тут попроще немножко но на сегодняшний день по моему это проблема будет сделать дети такие любопытные в камеру прыгают ну короче вот мы только что о чем говорим детей привели группу он с детского детского сада все многие говорят детям уже башку задуривают короче так надпись давай мы надпись покажем тот раз тоже надпись забыли показать какие так целиком бы как-то на ее показать вот так не знаю как видно я нифига не вижу блин толком чего я снимаю вообще смогут прочитать а может надо без этого без подсветки вот эта часть собора закрытая туда мы никаким образом слушай я забыл еще один косяк пошли саш обратно в подвал вспомнил человек так хорошо не ушли еще один косяк вспомнил косячок небольшой тут то мы все показали тут александр мне показал что решетка как-то открытая а я туда не заглянул забыл думал потом когда будем выходить я загляну ну тут короче нифига оказывается просто ниша какая-то ну видно что она такая прям реально отдельная можно было не возвращаться ступеньки тоже гранитные ну решетка тоже вам скажу так выполнена кстати тоже через одну смотри одна проходит через эту следующая проходит наоборот через нее какие-то уже стиле когда я ну это как бы усложняет задачку да но тут все равно намного проще она делает по одной там дырке да допустим хотя все равно вот эти завитушки потом надо срезать да и загнуть вот так вот таким вот макаром ну прикольно это конечно вопрос кузнецам замок он весь кованный да тоже вот смотрите как вырезана вот это все потом сюда загнут а потом вот эта деталь замок здесь тоже так отсюда вырезана и туда загнута круг такой сделан вообще шикардос конечно а тут клепки внизу шикардос тоже не так уж и просто как сразу может показаться да навесы навесы тоже смотри какие интересные ага офигеть какие они хитрые короче она забивается туда понимаешь как клином да потом вот они как на резьбе или как эти кругляшки непонятно совсем там такие же вроде кругляшки да да точно такие же не болты не гайки на резьбе или как серьезно это короче мы не знаем и тут тоже такие шарики делаем может конечно на резьбе а может и клёпана и фиг его знает ну ладно все эти писяки мы посмотрели идем на башню а этот лёгик это лёгик это лёгик тоже тут он встал ну тут все вот как на заклепках да клёпана как он сделан тоже фиг его знает и он с одного цельного куска ноги сделали ну может быть вылили я фиг его знает не знаю короче да язык такой хитрый ладно пойдем башню хотел уже уходить александр говорит ты посмотри а кольца то они через все оставленные куда стык спрятали может быть между каких-то стык спрятаны может быть но вот так моего не хотела здесь учета похоже на опять же он такой такой минимальный просто жесть может быть вот это и есть так ну может быть двух половинок знаешь двух половинок а как их тут состыковали как-то здесь состыковали как-то сделали это все грамотно а потом повернули их спрятали туда вот знаешь двух половинок можно понимать но все равно не простая работа все тут все как их тут мы тоже видим интересную дверь решетку сейчас мы ее приблизим но максимум и покажем а потом мы сами посмотрим потому что мы отсюда очень плохо видно и далековато этот грабы мы показывали на все вроде бы пойдем не будем говорить что все это еще очень наткнемся ну вот по дороге нашли еще один косячок не показал прошлый раз кто-то наверно прочитать захочет а я нифига не вижу матильде фон энгланд а год смотри 13 век до конец тринадцатого века до 1189 1195 какая точность понимаешь фигеть обалдеть точно ну как там ребята говорят чего-то вообще не знаю то там кто с кем когда и как все прямо расписано кто за кого подрался кто с кем переспал и так далее будто тень конечно счета это друзья конечно очень странно у нас тут огромная центральная дверь а тут ну по ощущениям что сюда когда-то влепили вот эту маленькую дверь а тут возможно было когда-то огромная дверь это очень странно смотрится посмотрите какой магнетрон огромный да и тут по идее большая большая дверь должна там окна окна и там еще ну два похожи даже три на магнетрон похоже сверху в общем то вот этот тоже косяк мы решили устранить а тут по башням видно вход и вот эти окна что я показывал магнебурге такие узкие непонятно они вообще для чего света как отдушины только если а с правой стороны почему-то их вообще замуровали их даже не хватает больше с левой стороны чем с правой стороны и просто по замуровали это я так понимаю там винтовая лестница в башне вот эти две штуки по краям хорошо пойдем в ту башню родхауса да похоже на античное здание ну справа современная конечно пристройка это часто бывает над окнами явно что-то другое было видать хотя утеряна и не восстановлена а вот где колонны там вот смотрится уже прикольно сверху вообще он там сады какие головы я попробую приблизить может видно будет но их решеткой закрыли как бы сеткой обтянули а затем все цепочку голуби-то не сидели да да ведь его дело я не по всему там то голова женщины это злая то непонятно я какая-то то голова льва то еще что то но даже скорее всего это раз относится к античности да у нас ну или по крайней мере эта цивилизация копировала, но я думаю нет просто из разных материалов делали везде, где-то из мрамора, где-то больше из гранита где-то все вместе где-то вот как в Германии чаще из песчаника и из каких-то нам неизвестных материалов которые они лили выливали сейчас мы подойдем так удалить надо сейчас мы подойдем скорее всего вот эти вот края он весь такой материал нет, это вот песчаник тут надо или ракушечник что-то вот похоже я вот не знаю но опять же тут следы какие-то ну вот смотри они длинные какие чем ты такой длинный длинные такие оставишь следы ничем понятно, что его тут обрабатывали уже где-то вот тут вот так идут короче сейчас не разберем а вот и вот вот эти следы длинные которые я всегда показываю они идут закладка да, да это я думаю а вот этот ниже тоже такой же, да? походу да он? да, ногтем когда проводишь сразу чувствуется ноготь ногтю неприятно становится а потому гладится как по мраму не знаю что за материал не понимаю неизвестный для нас пришли мы до родхауса а тут бамс и решетка представляете сегодня среда а не вот смотри тут открыто вроде почему-то может вход есть даже ну-ка сейчас давай сейчас узнаем может быть мы преждевременно нет ну-ка сейчас разберем ну короче обломались мы мы зашли вот в туалет прошлись но с басней все-таки облом полный как это бывает у нас не очень часто но бывает периодически это говорит о том что в Брауншвайк надо приехать еще раз слушай ну не ближний свет конечно кататься по часу блин туда обратно вообще не прикольно вот это катание но башня но я понимаю сегодня среда неприемный день но я даже подумать не мог что сегодня башню не пустят с какого перепугу блин причем здесь башня вообще непонятно в тот раз пятница в тот раз пятница сегодня среда короче еще раз покажем колонна целая куча раз два три четыре пять шесть семь восемь девять почему-то девять даже не десять девять понимаешь именно девять а не десять и не одиннадцать а девять ну обработать я вам скажу ох просто как гладенько обалдеть ладно пойдем что десять ты насчитал да не обманывай а санек прав это я обсчитался десять штук ну бывает ничего страшного он такой прикольный с женщинами с такими пышными сделали ну вот то здание вот зелененькое еще как бы более-менее смотрится да это что из современного искусства а вот справа у нас замок мы дошли до него все-таки до этого замка ветер сегодня очень сильный опять же нижний этаж мы видим он как бы ниже тут как бы на метр где-то уходит вниз ну и неизвестно там мы не знаем есть внизу нет тут музей есть сейчас мы зайдем спросим вообще разрешена ли съемка музея для нас это пожалуй самое интересное сейчас я вот так его покажу целиком ну сначала нижний этаж покажем да еще тут более-менее интересного есть проведем вот так да клевики над каждым окном или дверью дверь походу ну представляете такие двери огромные или окна огромные но выглядят где-то с решетками непонятно вообще если окна то как-то слишком большовато да там сверху низшие вот чуть выше но они пустые что-то там может быть было когда-то может это уже восстанавливали сверх сверху у нас тут похоже не знаю колонны были такие оригинальные нет да наверное по верхним частям если судить то скорее всего они были такие ну не знаю сейчас попробуем музей зайти узнаем как со съемкой можно съемку там делать нельзя если нет конечно мы не пойдем это несерьезно ну в принципе с той стороны то же самое а там у нас он я вижу металлические прям да сейчас подойдем вот из металла прямо сделано по цвету это металл да похоже на чугун тут у нас лёвик посередке и слева такой же как справа лошадь чуть не упал ступенька это вроде ржавчины да это ну я не скажу что это старинное может быть это уже новодельное литвое да литвое но ржавчина повсюду просматривается по этим мы тоже не будем судить какой материал эти фигуры девушки с обнаженными грудями может быть тоже этот материал как колонна в соборе может еще какой-то как бы все равно закрашено это везде в принципе в Магдебурге и вообще во всей Европе и в России и в Украине и так далее и так далее где только уже этого не видел ладно пойдем музейчик зайдем узнаем да ну это дело у нас закрасили так мы уже не поймем с каких это времен однозначно непонятное вот это литье металл наверное чугуняка скорее всего а наверху ничего нету ну вот это тоже опять же каких времен все закрашено опять ржавчина проступает да колонны конечно а причем смотри вон на ту внутреннюю колонну она внизу резная да она резная туда мы в любом случае никак подойти не можем если только вот тут чуть-чуть ближе подойти вот сколько места хватит у меня на ступеньках и все в принципе сверху мы вообще ничего снять не сможем там вот кто-то стоит только и все дальше ничего не видно это верхняя статуя тут у нас всадник один где он появись всадник вот он один всадник и тут справа второй всадник но мы уходить будем потом еще покажем где он он что-то близко получился даже пару всадников так а все у меня батарейка сдохла пора менять а потом пойдем в музей попробуем попасть вот у нас один памятник сейчас Александр там вычитает кому и кто это а вот спереди написано Карл Вильгель Фердинанд а ты что там смотрел то же самое стоит да ну на колоннах вот эти верхушки как они называются фиг запомнишь блин они прикольные конечно да очень большие ну а стиль тот же самый просматривается вот что ребята показывают в Турции того того что сохранилось из мрамора там дошло стиль один и тот же в принципе ух ты все так резко дергаешься ну верхнее конечно мы не можем показать к сожалению там лошади чуть выглядывают тут как раз квадрокоптер нужен который никто тут не разрешает вот такая вот ерунда сейчас мы тут зайдем немного глянем может быть хотя я сомневаюсь на этот балкон выход есть там что-то типа ресторана ну спросим ну тут в принципе тоже вот эта колонна с правой стороны она тоже низ у нее резной такое но опять же мы видим я не знаю их так обновили залепили или уже новые поставили я подозреваю что скорее всего их так обними облепили подмазали вот какие-то части местами куски да видно где-то больше где-то меньше я не думаю что их меняли я уже говорил есть раствор похожий очень на песчаник а вот тут что у нас изображено сейчас я выведу на центр так музей мы не попали оказывается ну сегодня поздновато открывается значит это мне уже говорит еще разок приедь а у меня приблизено на все оказывается я пытаюсь приблизить сейчас мы поближе подойдем покажем еще раз походу на финацию выйти может этот памятник да там ресторанчик походу сейчас мы вот этого покажем узочка то это у нас тут у того кстати шпага там из металла видать латунь или бронзу что обломали у этого не знаю сейчас приблизим эту саблю ионную 1771 да у монитора конечно яркости тут 4К надо выключать чтобы яркость добавить конечно фигово фридрих чего вильхельм какой-то а там у нас библиотека а библиотеку интересно можно зайти нет а пойдем попробуем библиотеку зайти а это что к чему тут за сабонту устроили такой сидят мужички бабы и настоящий один настоящий в данный момент сидит курит молодец дедок прикольно а колонны взяли закрасили зачем зачем было их красить типа так красить ну пошли открывай дверь я прям не буду выключать так зайду автомат а тут что металлодетектор отдаваться а тут уже другого другого цвета тут желтые ну рахи ну рахи это конечно или да здесь он нахован ну короче съемку разрешили только сказали людей не снимайте тут так немного закруглен потолок уже современный понятно ну и тут все обновили так где что и как было а вот они эти окна или двери сами понимаете как хотите что мы смотрели с другой стороны со стороны музея так музей у нас и башня на следующий раз остается да не получается блин ни за один ни за два раза ладно пойдем наверх ступеньки современные поняли целая куча ступенек там лист есть но мы решили пешком прогуляться вдруг что-то интересное увидим но пока мы ничего не видим сейчас посмотрим по бокам ну короче замок так переделали что тут и внутри вообще не поймешь что это замок когда-то был просто все современное вообще даже никаких признаков не осталось от замка вот вот так все сделать блин как неинтересно теперь в замке просто вообще ничего не осталось от старинного вообще если в нашей библиотеке в Харьберстаде хоть что-то осталось тут совершенно ничего наглохо все дай я хоть вид с окна покажу отойди Саня что тут мы с окна увидим этого увидим мужика на коне с шашкой наголо так собор у нас там башня вот эта в которую второй раз не могу попасть еще одна башня туда мы тоже не попадем а хотя мы туда даже не пытались да ну что там пройдем вот это здание возле собора это я вот эти запечатлел вот мы подошли к центральному входу сейчас мы покажем вот эти поближе что тут наделали ребята римские какие-то шлема по краям да да там мечи топоры все в таком стиле тут у нас две арки ну смысле три двух видов одна огромная одна да ну тут в принципе то же самое даже приближать смысла нету да ну сколько арка высотой вот это среднее ну да близко к трем этажам высоко ё-моё высоко офигеть вот это мы заходим а тут уже замка сделали просто такой своего рода торговый центр от замка ничего не осталось совсем внутри даже упоминаний нет одни одни только колонны напоминают о замке да вот круглые повсюду колонны мы видим там дальше единственное что мы видим это колонны вот там колонны опять же неизвестно они может уже и современные так у нас единственная попасть цель на террасу тут я понимаю смысла вообще нет уходить пойдем наверх там посмотрим ну короче в ресторане спросили этого работничка чтобы туда на террасу выйти а он такой ну видать чересчур послушный разрешение у шефа надо взять чтобы блин нормальный человек сказал бы что пофотографировать видео дойдите 10 минут блин ничего не трогайте и все вот как будто я туда зайду там что-то случится там кроме столиков и козырьков от солнца от дождя ничего нет ну вот такое огнелие часто встречается чуть ли не блин повсюду короче ну короче вот на эту террасу мы хотели выйти не пустили нас сейчас мы приблизим отсюда как можем там я вижу просто еще колонны мы колонны могли бы вблизи посмотреть но к сожалению не пустили вот такие вот ой начальнику да что ты там я что тебя стул украду или столик украду блин блин что за люди я не понимаю пукнуть боятся без разрешения короче хотя пердят они везде где ни попадя и потом ржут ха-ха-ха вот как смешно блин слов нет ну в принципе чего мы отсюда толком ничего не видим ну ладно хрен с ними а вот мы подальше сейчас от собора и башни с этой стороны ну как бы не очень хорошо видно но хоть что-то видно на башни то мы не смогли попасть поэтому что имеем как говорится тому и рады давай попытаемся куда-нибудь в это здание попасть может куда-нибудь попадем что-нибудь увидим здание это тоже интересное не помню 13 век или 12 уже забыл а в принципе да там кто верит тут остатки какие-то как будто продолжение было что-ли не повезло друзья я туда внутрь заклянул там честно говоря интересно так не знаю что я там снимаю видно не видно на моей тени ну ладно не попали сюда не ну если внутри конечно вот так вот то конечно интересно тут видно вот по картинке там колонны просто шикарные обалдеть какие колонны там вообще красиво внутри опять же здесь тут это или не тут мы даже не знаем ну вроде как бы тут но не уверены там справа дверь была открытая мы только туда мужик идет ну и мы не успели зайти думаем его пропустим а он у нас перед носом берет дверь закрывает Александр ему алёх алёх хотел спросить у него а тот взял просто тупо перед носом дверь закрыл вот бычьем ну как вас еще назвать вот таких вот людей даже людьми то трудно назвать вот эта дверь открытая она была чуть-чуть мы не успели надо было ломиться вперед ну понимаю что выгнали бы ну хоть что-то бы увидели брать на абортаж ладно не повезло дальше пойдем походу что-нибудь все равно еще найдем мы же по другим маршрутам сейчас пойдем вот в принципе с этой стороны мы собор так можем показать и башни с этой стороны о нифига вода аж до меня долетает ветер дунул там еще сзади здание ну оно наполовину первый этаж античный за спиной у меня а второй этаж уже с кирпича достроенный причем современного да ладно не будем даже его показывать так это здание мы показывали да да показывали так Александр говорит почта вот такие интересные на здание но кирпич это вложили уже современный понятно обкладка скорее всего кирпичом там сверху еще интересные мордочки вот такие выше еще есть сейчас мы до них доберемся вон они немного сбоку стоим но да ладно сейчас как-то дерево мешает как нам середину снять дерево почти с той стороны попробовать потому что с этой стороны вообще не снимать пойдем обойдем с той стороны фонтан какой-то ужасный тоже блин что-то там порвано непонятно вообще чё почему ты смотри нога там там выглядывает смотри вон внизу тут голова как отвалилась то есть оторвало его голову оторвало обалдеть вот и та голова сотри так на бок да у кого-то извращенная фантазия явная крутимся вертимся они как посередине дерева стоит никак не получается ну вот отошли немного в сторону блин трамвай как скрипит а здание тоже интересное у нас как бы тоже почта непростая так его тут ну тут вообще оно все а как его показать то с той стороны тоже никак отсюда что-то покажем что сможем то покажем а там где а сверху на самом верху но я сейчас еще туда не дошел сейчас туда доберусь там башенки такие как на этих бывают на крепостях на замках и это ты говорил вот вот это что ли ну где-то их да в виде бойниц делают вот эти башенки по-всякому по-разному их преподносят а там дальше только с другой стороны дороги да сейчас мы перейдем на другую сторону попробуем с той стороны показать опять трамвай едет но в принципе он ниже но ты нашел место где остановиться вот этим своим контактом прикольно прикольно вон сейчас еще центр мы покажем самый интересный центр это такие как антенны блин тут еще со съемкой так только трамвай уехал автобус подъехал стояли ждали пока они увидели книга да все довольно все все довольно интересно опять трамвай едет емое сейчас я до башни выбираю в принципе пускай едет его не видно будет да интересно особенно вот эти по краям тут такие горгуши грифончики хрен не поймешь даже кто это с одной стороны с другой стороны вот это морда улыбается главное улыбочку растянул на всю блин наверное так у меня приближено походу да на всю да прикольно интересно нормальных людей мужичок бухой пошел думаю что-то все трезвые кто-то уже бухой до остановки добрался такой весь веселый стал парень вот еще по всем признакам античное здание коммерцбанк понятно кто что-то еще может сидеть коммерцбанк только тут в античном здании заседать понятно тут все почти переделано много мало что сохранилось кроме входов наверное в основном почти ничего и стен не сохранилось много чего переделано ну вот друзья подошла наша прогулка на сегодня к концу вон мы смотрим там башню одну она немножко криво стоит но это у меня еще одна башня в родхаусе музей там еще один возле собора но там правда не написано когда откроют неизвестно ну решили уже сюда не идти как бы подустали находились на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока пока субтитры субтитры